Воздействие человека на природу Человек и природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. Для человека, как и для общества в целом, природа является средой жизни и чаще всего единственным источником удовлетворения его потребностей, материальных и духовных. Со временем менялся состав используемых человеком ресурсов. В первую очередь человек брал то, что лежало на поверхности. В первобытном обществе люди употребляли в пищу только несколько видов растений и животных. Позднее человек освоил почву для земледелия, научился получать бронзу и железо. Человек не только приспосабливается к своему природному окружению, но и изменяет его. Хозяйственная деятельность человека – это особый фактор, влияющий на развитие природы. Вы уже знаете, что все компоненты природы тесно взаимосвязаны, что изменение одного из них сказывается на всей системе. Поэтому, изменяя природу, человек должен предвидеть, каковы будут последствия этого изменения и, в случае необходимости, предотвращать их. Более века назад Фридрих Энгельс предостерегал человечество. Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь, те последствия, на которые мы рассчитываем, но во вторую и третью очередь – совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых. Эти слова актуальны и в наше время. Отрицательные последствия влияния деятельности человека на природу в ряде случаев не являются неизбежным результатом научно-технического прогресса. Причины их – ошибки в технических и научных проектах, связанные с недостаточным учетом антропогенного влияния на природу или банальное незнание последствий своих действий. Например, внесение минеральных удобрений в почву без достаточного учета количества осадков, влажности почвы приводит к выносу минеральных веществ из почвы в реки, озера, водохранилища. А это не только потери затраченного труда, энергии, сырья на изготовление и транспортировку удобрений, но и загрязнение водных объектов, ухудшение качества воды. Новым типом озер стали водохранилища. Это искусственно созданные человеком водоемы. При строительстве крупных водохранилищ происходят комплексные изменения природы. Изменяется уровень грунтовых вод. В зависимости от степени увлажнения происходит заболачивание территории. Изменяются свойства почв, характер растительности, микроклимат местности. Изучив отрицательные последствия влияния крупных водохранилищ на природные комплексы, ученые пришли к выводу, что гораздо правильнее создавать системы небольших взаимодействующих водохранилищ, чем одно громадное. В настоящее время в географической оболочке преобладают измененные деятельностью человека природные комплексы. Даже там, где экосистемы остаются преимущественно природными, ареалы обитания дикой природы уменьшаются, а ее ресурсы исчерпываются. Рациональное использование природных ресурсов требует заботы об их охране и восстановлении. Например, необходимо осуществлять обширную программу мер по расширению лесных площадей во всех природных зонах. Для проведения этих работ созданы специальные машины, позволяющие механизировать посадку леса и уход за молодыми насаждениями. Создание полизащитных лесных полос, закрепление оврагов способствуют сбережению земельных ресурсов, а также охране водных ресурсов. Большие возможности открывает рекультивация. Восстановление нарушенных земель в районах развития горнодобывающей промышленности. Это дорогостоящий, но наиболее эффективный способ. Успешно ведутся такие работы в центре европейской части России, на Урале. Наиболее эффективным способом охраны природы является создание заповедников и национальных парков, суммарная площадь территории которых в нашей стране составляет около 38 миллионов гектаров. Воздействие человека на природу практически всегда носит отрицательный характер. Из-за этого влияния возникают экологические проблемы. Глобальная экологическая проблема – это проблема, которая охватывает всю планету. Остановимся на этом более подробно. Первой глобальной проблемой становится истощение минеральных ресурсов на Земле, хотя потребление их растет с каждым годом. Сейчас на каждого жителя Земли требуется более 50 килограммов топлива, руды и строительных материалов. Следующей не менее значимой проблемой является загрязнение воды на Земле. Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических элементов. В воде могут быть обнаружены повышенные концентрации различных токсичных веществ, которые также могут попасть в питьевую воду. Как известно, ежегодно в моря и океаны попадает до 12 миллионов тонн нефти в местах ее добычи и транспортировки. Бытовые свалки являются еще одной бедой человечества. Каждый человек в год производит более одной тонны мусора. Скопление отходов на окраинах крупных городов способно полностью уничтожить экосистему данной местности. В результате изменений условий жизни ежедневно уменьшается разнообразие растительного и животного мира. Сильнее всего на природные комплексы влияют различные отрасли промышленности. Именно они нуждаются в большом количестве природных ресурсов и производят немало твердых, жидких, газообразных отходов. Отходы поступают в природный комплекс и разрушают его. Особенно опасны газообразные отходы, загрязняющие атмосферу. Все вы, конечно, видели, как валит дым из труб заводов и фабрик. На самом деле из труб не обязательно идет дым, то есть продукт сгорания топлива. Иногда это просто сконденсировавшийся водяной пар. Поэтому правильнее называть его не дымом, а газовыми выбросами. Но в любом случае пар, это или дым, в газовых выбросах содержится немало загрязняющих веществ. Некоторые из них ядовиты, некоторые безвредны. Но все равно воздух, наполненный ими, нельзя считать чистым. Эти вещества смешиваются в атмосферной влаге и образуют смог, плотный густой туман. Смог особенно хорошо заметен при сильных морозах. Холодный тяжелый воздух опускается к земле и прижимает к ней частицы смога. Сильнейшее воздействие на природные комплексы оказывает и сельское хозяйство. Во-первых, это связано с тем, что поля возникают на месте природных ландшафтов, вытесняя их, оставляя дикой природе все меньше места. Во-вторых, современное сельское хозяйство использует разнообразные химические вещества для борьбы с болезнями растений и животными вредителями, что крайне негативно сказывается на общей экологической обстановке на территории. Большое количество грузов и пассажиров по территории нашей огромной страны перевозится разными видами транспорта. Большинство из них работает за счет сжигания бензина, угля, мазута, дизельного топлива. Выхлопные газы поступают в атмосферу, включаются в состав смога и еще больше отравляют воздух, которым мы дышим. Им дышат животные и растения, он растворяется в воде водоемов и так далее. Разрастание городов – еще один процесс, который вытесняет природные ландшафты с поверхности нашей планеты. Города и связывающие их дороги занимают все больше места. Крупные города являются местом концентрации транспорта и промышленных предприятий, становятся мощным фактором, воздействующим на ландшафты окружающих территорий. Однако человек может влиять на природу и положительным образом. Люди создают заповедники, восстанавливают леса, улучшают качество земли. Правда, легко увидеть, что пример с улучшением свойств земли не совсем удачный. Ведь человек повышает плодородие почвы не для того, чтобы на ней росли еще более великолепные леса. Нет, эти действия имеют другую цель. Создать на месте лесов плодородные поля. Таким образом, в данном случае борьба за плодородие почвы – это в большей степени элемент хозяйственной деятельности, а не забота о природе. Часто действия человека направлены на исправление последствий собственной хозяйственной деятельности. Восстановление лесов проводится, как правило, на тех местах, где он был вырублен, и гораздо реже там, где он погиб в результате каких-либо природных причин. Например, пожара. Кстати, причиной лесных пожаров чаще всего является неосторожное обращение с огнем. Заповедники очень часто являются последним прибежищем для растений и животных, которым просто не остается другого места для существования из-за расширения воздействия человека на природу. Даже в тех случаях, когда человек стремится проявить заботу о природе и улучшить природную обстановку, не всегда это получается удачно. Почти полвека назад в стране началась борьба с волками, которая, как всегда считалось, наносит природе страшный урон, поскольку охотятся на оленей, кабанов и других животных. Начался массовый отстрел волков, в результате которого численность хищников значительно сократилась. Каково же было удивление, когда так же быстро сократилось число оленей и кабанов, на которых никто не охотился. Оказалось, что хищники играют важную роль в поддержании численности здоровых диких животных, поскольку их добычей становятся, как правило, больные и ослабленные особи. Примерно в то же время проводилось активное осушение болот на территории русской равнины. Понятно, что болото не самый привлекательный природный объект, но и он необходим природе. Уничтожение болот привело к пересыханию огромного количества ручьев и малых рек, бравших начало в этих болотах. Это, в свою очередь, стало причиной резкого обмеления многих крупных рек равнины, так как они перестали получать воду от пересохших рек и ручьев. Как видим, взаимоотношения природы и человека очень непростые. Человек берет у природы все необходимое для жизни и производства, а взамен дает только защиту от своей собственной деятельности. Что нужно делать для того, чтобы сберечь природу? Чтобы не разрушались уникальные природные ландшафты планеты? Свернуть промышленность? Перестать производить сельскохозяйственную продукцию? Вернуться в пещеры и стать первобытными охотниками? Вряд ли кого-то может заинтересовать такая перспектива. Но тогда единственный выход из положения – необходимо регулировать хозяйственную деятельность человека. Это и вызвало к жизни новую форму взаимодействия общества и природы, охрану окружающей природной среды. Осознать суть экологических проблем может помочь учение о ноосфере. Ноосфера – сфера разума. Новое состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека, становится главным фактором ее развития. Термин «ноосфера» впервые употребили в 20-е годы 20-го века французские ученые Эдуард Лерва и Пьер Тейяр де Шарден. Русский ученый и академик Владимир Иванович Вернацкий активно занимался учением о ноосфере. Его слова «в геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять свой разум и труд на самоистребление, актуальны и сейчас». Суть теории в том, что человечество в 20-м веке приобрело такую техническую мощь и так влияет своей деятельностью на биосферу, что без участия разума равновесие между природой и обществом не может сохраняться. Это определяющий фактор взаимодействия природы и общества. Но для решения глобальных проблем мало участия одного государства. Необходима совместная деятельность различных стран, обмен опытом. Экологическая ситуация в мире требует изменения поведения человека в природе. В связи с этим первостепенное значение приобретает экологическое воспитание и образование. Наша планета – наш дом. И каждый из нас в ответе за будущее Земли.